Дурное влияние Наш главный обзор на этой неделе — Принц Перси о силках А я познакомлюсь с Игорем, роботом, который сам научился ходить Даун, Игорь, сядьте А также репортажи Z с крупнейшей выставки компьютерных игр во Вселенной По крайней мере, он так и сделает, если мы сможем оторвать его от этого монитора Но перед всей этой чепухой вот очень большая цифра Нет, 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 не так Вот так 999,99,99 Ничего Но что это значит? Дело в количестве моих поклонников? Нет, нет, у меня гораздо больше Может быть дело в количестве запасных частей Даш Вайлет на краску для волос каждую неделю? Нет Это количество минут, которые Энди Крейн показывает по телевизору каждую неделю? Может быть, но это также количество очков, с которыми вы начнете игру, если воспользуетесь этим блестящим читом для Дрэгонс Фьюри на Мега Драйв Просто введите ALCLA и 8 ECK и нажмите пуск, и вы отправитесь в путь 9999990 закон, а также вы получите 21 очки Нет, не так глупо Если вы заядлый последователь Намруда, вам может быть приятно услышать, что на самом деле вам не обязательно становиться неадекватным человеческим существом, чтобы хорошо мошенничать Это электронный Намрут, мошенническое устройство, называемое игровым джинном Вы можете использовать его для выполнения множества различных читов в различных играх на Мега Драйв, а вскоре и на Геймболь И эта книга прилагается к нему, чтобы рассказать вам обо всех различных чит-кодах Например, у вас может быть больше боеприпасов, дополнительные продолжения, изменить скорость, получить бесконечные жизни, или вы даже можете усложнить игру Но я не собираюсь демонстрировать это прямо сейчас По сути, вы вкладываете свою игру в игрового джинна, а своего игрового джинна в свою машину И когда вы включаете ее, появляется этот главный экран, и вам нужно ввести коды Итак, для моей игры, которая называется Бэтмен, я уже ввела мастер-код, и мне нужно ввести еще один Я думаю, что сделаю так, чтобы удары руками, ножами и пистолетами не причиняли ему вреда И код для этого биту в Калифорнии 46, так что я могу вставить это в свой джойстик Теперь, если я включу его и пока он загружается, я просто скажу вам, что здесь сбоку есть переключатель, который означает, что если вы хотите решить не использовать читы, вы можете отключить их или включить позже снова Теперь мы здесь, в Готэм-Сити, и я не собираюсь бить, бить или что-то в этом роде, и смотреть, не причинят ли они мне вреда Нет, у меня ко всему этому иммунитет, я просто пройду до конца уровня На самом деле, она может делать это нормально, ей не нужно такое устройство Но как они работают? Это немного похоже на Game G, это называется повтором действия Она будет работать на большинстве компьютеров и консолей Игру, которую мы в нее подключили, я уверен, вы узнаете как семью Адамс Но эту часть семьи Адамс вы, скорее всего, не узнаете На самом деле, это компьютерная программа, которая запускает всю игру Теперь, когда ваша игра начинается, конечно, у вас есть пять жизней для вашего персонажа А если вы посмотрите в программу, то сможете увидеть, где находятся эти пять жизней здесь Здесь написано, что у пяти игроков одно количество жизней Если вы ведете чит на бесконечные жизни, та часть программы, которая обычно отнимает жизнь, когда вас убивают, не запускается Ее обходят, если хотите, так что жизни всегда остаются на уровне пяти Но как повтор действия узнает, какой бит программы нужно обойти Если мы перейдем на экран тренажера, то именно здесь вы действительно сможете начать делать свои собственные читы Вы можете делать читы в режиме реального времени или по тайме Вы можете жульничать с помощью энергетического батончика, изменить свой статус Но меня интересуют жизни людей На самом деле, это довольно длительный процесс Но ранее сегодня я действительно научил повтор действия тому, как дать мне бесконечные жизни в семье Адамс Первого я сказал повтор действия, что у меня пять жизней Затем он нашел все места в программе, где появлялась цифра пять На самом деле, их было слишком много, чтобы перечислять Затем я немного поиграл в эту игру, пока не потерял жизнь Я сказал повтору действия, что теперь у меня всего четыре жизней Затем он просмотрел все места в программе, где пять сменилось на четыре И разработал код, чтобы дать мне бесконечные жизни 7E0AS5 Таким образом, с этим кодом, даже когда я умру, у меня всегда будет пять жизней Просто Хочу предупредить, что ни одно из этих мошеннических устройств Не одобрено в Великобритании крупными производителями консолей Таким образом, в том маловероятном случае, если ваш SNES или ваш Мегадрайв взорвутся, когда один из них подключен Вы гарантируете, что вы не будете действительны Так что будьте осторожны Я так и сделаю Не забывайте, что если у вас нет читерского устройства, все читы и советы Намра появятся в дате запуска в конце программы А теперь перейдем к основному обзору игры на этой неделе Это принц Персии на SNES Это классическая игра, которая существует на Амиго уже пару лет, в которой вы играете за принца Который должен проложить себе путь по лабиринту темных подземельей, чтобы достичь своей цели Вы уже догадались, он должен спасти девицу, попавшую в беду Вот принц Лакеш Другой такой игры нет Она была великолепна на Амиго Но эта версия больше, лучше и быстрее Этого охранника довольно трудно победить за движущейся платформой После того, как вы победили его, вам нужно быстро прыгать и избегать шипов в конце Вы должны набраться настоящего терпения, когда играете в эту игру Вы должны снова и снова возвращаться на какой-то уровень, чтобы прогрессировать Эта часть довольно сложная Вы должны на цыпочках проходить мимо этих вертолетов, иначе вас скоро раздавят Анимация и графика великолепны То, как он двигается, было оцифровано с реального человека И поэтому это добавляет игре много реализма Это борец Сумо И его один из самых сложных охранников, которого можно победить Он хорошо атакует и также хорошо защищается Посмотрите на качество деталей на заднем плане и персонажей То, как он проводит пальцем, потрясающе Он просто оставил жирное месиво на полу Я бы определенно купил Принца Персии Уровни огромные, и их много Я бы оценил это на 5 звезд Наверное, лучшая игра на Супернес прямо сейчас Главный герой просто фантастический, и игра действительно здорово смотрится Проблема в том, что вы должны быть довольно умелыми Потому что это очень сложная игра Графика, лучшая, которую я когда-либо видела в этой системе Вам нужно настоящее мастерство и терпение, чтобы быстро чего-то добиться Итак, окончательные результаты за Принца Персии Мальчики поставили ему отличные 4 балла из 5, и девочкам он понравился не меньше Они тоже поставили ему 4 балла из 5 На прошлой неделе наш американский репортер Зи Райт посетил самое важное шоу компьютерных и видеоигр в мире Проводимое каждый год в Лас-Вегасе, на нем представлено все, от стиральных машин до домашнего кинотеатра Но Зе сосредоточился на играх и гаджетах Вот его отчет Привет и добро пожаловать в Лас-Вегас, столицу развлечений мира Место проведения огромной выставки потребительской электроники, или сокращенно CES Это место, где все производители видеоигр могут продемонстрировать свои последние и самые горячие новинки Нинтендо очень популярна в Америке Экспонаты занимают целое правило Игра, в которую сейчас все хотят играть, это Star Fox Новая революционная игра Давайте проверим ее Она революционна, потому что содержит дополнительный микропроцессор, называемый чипом Super FX, внутри игрового картриджа Это означает, что Super Nintendo может работать лучше, чем когда-либо прежде В игре трехмерная графика, и пока вы играете на чипе Super FX, вы момент за моментом рисуете экран Это делает игровой процесс очень быстрым и плавным О боже! Графика невероятная Это тяжело Вы играете за фруксом Аклауда, космического наемника, отправившегося спасать Вселенную Три маршрута приведут вас на десять разных планет Там также есть пара встроенных секретных уровней, специально для опытных игроков Этим летом фанаты геймбой по обе стороны Атлантики получат шанс сыграть свою первую в истории игру Зелда, Линкс Авакеннин В этой игре герою Линку, знакомому игрокам Super Nintendo, придется прокладывать себе путь через большой мир подземелья из секретов и приключений Здесь много старых персонажей, а также несколько новых Йоу, Зи! Как у вас дела? Пока, Марио! Что у вас нового? Эй, вы, ребята из Бэт Инфланс, слышали о моем первом фильме «Братья Супер Марио»? Он выходит в Майя, и я звезда, которого играет Боб Хоскинс Да, мы слышали об этом, но ничего из этого не видели А да, просто взгляните на это Марио Луиджи Вы хотите отдать нам леди с каменным мешком? Подойдите и возьмите его, большой мальчик Бомбардировщики Вы сказали мне пойти за ним Да, на свидание, они в другой мир Инопланетные виды убегают из метро Мы тоже должны заняться инопланетянами? Луиджи, мы есть инопланетяне Это активатор Восьмигранная напольная подушка, которая создает невидимую стену инфракрасного света Когда луч прерывается, это издает музыкальный аккорд Sega изобрела способ играть в видеоигры не с помощью панели контроллера, а используя все свое тело Я играю с 30-х рейдж 2 так, как никогда раньше Активатор переводит мои движения в движения моего персонажа Аксель Когда я бью ногой, аксель тоже брыкается По-другому и определенно не для домоседов Да О 3DO это, по сути, интерактивная система компакт-дисков Но говорят, что она должна стать стандартным форматом, таким как аудиокассета или VHS Так в чем же обман? Она многое делает Это прототип мультиплеера Она будет воспроизводить обычные аудио-компакт-диски, компакт-диски с фотографиями и игры 3DO может перемещать графику намного быстрее, чем ПК Вот доказательства Он может хранить поля и манипулировать ими различными способами Он может добавлять множество многослойных фонов и передних планов, как матовых, так и прозрачных Здесь я могу перемещать фигуры с помощью джойстика и изменять перспективу Эти методы разрабатываются для интерактивных фильмов на трех машинах 3DO будет запущен в Америке в октябре и в Великобритании в апреле 1994 Эти демо-версии просто показывают основные возможности системы, так что есть куда идти Но возможности безграничны Я собираюсь потерпеть еще немного О Это З правильно для плохого влияния в Лас-Вегасе Увидимся Верно, технари ферлерс, обратите внимание Слово недели ПОНГ Теперь ПОНГ Это название самой первой видеоигры аркады, изобретенной Атари в Америке Это была своего рода черно-белая теннисная игра В которой две белые линии были ракетками, а белое пятно мячом С другой стороны есть ПИНГ, который становится более шумным, когда вы включаете Game Boy Mates И тогда, конечно, у нас есть ПАНГ Теперь ПЭНГ это название игры на Амиго, для которой я собираюсь раскрыть этот блестящий чит Все, что вам нужно сделать, это вести какой хороший чит на экране карты, и вы сможете пропускать уровни И, конечно же, есть ПЭНГ, который наполовину пингвин Да, значит, там есть ПЭНГВИН Марио и Йоши, это игра в жанре Тетриса Вам нужно управлять непрерывным потоком персонажей, падающих с верхней части экрана Если вы заполнитесь, вы проиграли Вот Аманда В первый раз, когда я увидела эту игру, я подумала, что это плохая копия Тетриса Но теперь, когда я в нее поиграла, я знаю, что это не так Это легкая игра, и в нее здорово играть Вы управляете игрой, перемещая Марио так, чтобы персонажи приземлялись на разные лотки Здесь я пытаюсь заставить одинаковых персонажей приземляться друг на друга, чтобы они исчезли Если вы сопоставите верхнюю и нижнюю части яйца Йоши, то Йоши вылупятся Это дает вам бонусные баллы Это другая игра Начните с персонажей, которые уже есть на экране, и цель состоит в том, чтобы очистить их В обеих играх 5 уровней и 2 скорости, и все они очень похожи Я играю в эту игру без остановки уже неделю, и я попалась на крючок Я бы купилась на нее Какое-то время эта игра хороша, но очень быстро надоедает Она не так затягивает, как Тетрис Коробка заманчива, но игра немного разочаровывает Это худшая игра в Марио, которую я когда-либо видела А что касается оценок Марио и Йоши, то мальчики поставили им плохие 2 оценки из 5 Девочкам понравилось немного больше, но ненамного В среднем 3 из 5 Включайте скорость для Road Rush 2, гоночные игры для байкеров с реальной мощью Вам предстоит столкнуться с довольно неприятными конкурентами, в том числе с прекрасными и счастливыми гаишниками Жан Пьера Это качественная игра с отличной графикой и играбельностью Просто позор, что это так похоже на оригинал Как вы, наверное, знаете, вы можете бить кулаками, ногами и наотмашь Драки довольно ужасны, особенно если вы падаете Вау, только что упали Я должна вернуться на свой велосипед, если я хочу выиграть гонку Хотя не похоже, что я собираюсь это делать Если вы выиграете гонку, вы получите призовые деньги, на которые сможете купить новый велосипед В этом главное отличие Road Rush 2 от оригинала Теперь вы можете играть двумя игроками одновременно Если бы у меня не было Road Rush 1, я бы купила это Это одна из лучших гоночных игр в мире Меня постоянно ловила полиция Это не моя игра, так что я бы ее не купила Но это очень хорошая игра, и в нее весело играть Эта игра выглядит и звучит великолепно Вам нужно определенное мастерство, чтобы пройти через нее Но в нее легко попасть А оценки за дорожную сыпь 2 Мальчики поставили ей 4 балла из 5 А девочкам это не очень понравилось Они дали ему в среднем 3 балла из 5 Когда вы слышите слово робот, о чем вы думаете? R2, D2 или C3 про из Звездных войн? Или может быть даже такие металлисты, как эти? На заре появления роботов-дизайнеры пытались построить их с уже запрограммированным в них всем, что им когда-либо понадобится знать Но это было невозможно Даже такие простые вещи, как ходьба, были слишком сложны для роботов Эти ранние прототипы на самом деле управляются инженерами дистанционно Но теперь познакомьтесь с моим приятелем Игорем Совершенно новой породы роботов Он очень просто сконструировал У него 4 ноги, приводимые в движение сжатым воздухом Которые могут двигаться вверх или вниз, назад или вперед Разница с Игорем в том, что он не был запрограммирован ходить Он был запрограммирован на то, чтобы научить себя ходить Это самое умное Они завели его Они ушли на очень-очень-очень долгий перерыв на чай А когда вернулись, Игорь прыгал как сумасшедший Но что заставляет Игоря тикать? Он был построен и запрограммирован Мартином, который здесь Добро пожаловать в программу Спасибо, Энди Как же тогда он учится, Игорь? У Игоря есть система обучения внутри этого компьютера И что она делает, когда мы впервые включаем его Так это делает предположение относительно того, что делать дальше Поэтому я забиваю ему с клавиатуры и говорю, насколько хорошо он справился И он пробует подобные движения, чтобы посмотреть, сможет ли он улучшить свою производительность Я понимаю А сколько времени ему нужно, чтобы научиться ходить? О, это может занять несколько дней Я понимаю Но это точно так же, как если бы вы или я учились ходить, когда были совсем кошечными Вы пробуете что-нибудь, если вы упадете, значит вы ошиблись Вы думаете, о нет, это никуда не годится Вы пробуете что-то другое, пока не станете лучше, лучше и лучше И тогда, как Игорь, вы сможете научиться ходить Теперь я знаю, Мартин, что вы его построили и спроектировали Как вы ожидали, что он будет ходить? Если мы дадим ему второе место, мы попросим его показать нам Вот и все, вас сейчас показывают по телевизору Покажите нам, как вы должны были ходить Вот как он должен был ходить О боже, встаньте Когда он не пьян Он снова был на пустельке Вот и он И что он делает, так это двигает по диагонали противоположные ноги одну за другую Но это то, как вы, как человек, думали, что Игорь будет ходить именно так Это верно, конечно, в машине Как он ходил? Он научился ходить вот так, больше похожий на лягушку Вот так Невероятно Он не ожидал, что сможет это сделать Нет, никогда не работал с детьми, животными или роботами Всего один всплеск энергии, и мой робот будет закончен Он будет делать за меня все скучные вещи И у меня будет время для более важных вещей в жизни Таких, как улучшение моего результата по Nemesis в Game Boy И вот как вы, безработные скользкие футлеры, можете улучшить свои результаты Просто поставьте игру на паузу А затем нажмите вверх Вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, бей Вы начнете игру с множеством бонусов Это выглядит забавно У вас есть покупки для девочки Барби? Я думаю, ее нужно немного подправить Там нам со своим единственным другом Если вы хотите прочитать взрыв данных, установите свой видеомагнитофон прямо сейчас Но, во-первых, специальный предварительный просмотр игры Камик Релив 12 марта Камик Релив проводит свой четвертый день красного носа И они надеются собрать 500 долларов, выпустив компьютерную игру под названием Слипволкер И вот она в первый раз в истории по телевизору Идея в том, что вы играете за этого пса по имени Ральф И он должен уберечь своего хозяина Ли от неприятностей Ли ходит во сне, и Ральф должен идти вперед, чтобы избавиться от всех опасностей, которые могут разбудить Ли И если его разбудит, вам конец Так что теперь я отвела его в эту безопасную зону, чтобы я могла взять Ральфа с собой и избавиться от всех опасностей Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это различные буквы вокруг экрана Если вы сможете найти буквы, из которых состоит слово комикс, вы получите специальные бонусные раунды В нем также есть голос Лени Генри, и над ним поработало множество замечательных комиксов Он доступен на Камадор 64, Стрит PC и Амиго, цена от 15 до 30 долларов И за каждую проданную игру 4,32 доллара идет на Камик Релив Более подробная информация будет в выпуске данных в конце программы Хорошая игра Так вот, на прошлой неделе у нас были экземпляры классической игры Лемминг, которые мы раздавали в качестве приза конкурса «Действительно пять» И имена победителей теперь идут в нижней части экрана Вы молодцы Мы хотели знать, является ли Лемминг разновидностью морской свинки, белки или крысы И что достаточно интересно, Лемминг — это разновидность крысы Приз конкурса на этой неделе — пять кожаных курток Road Rush 2, как продемонстрировал прекрасный Инди, и пять игр Road Rush 2 Вопрос в следующем Какой автор научной фантастики изобрел три закона робототехники? Если вы думаете, что знаете, отправьте свой ответ на открытки или в почтовом конверте, чтобы он пришел к нам не позднее следующего понедельника Пожалуйста, по обычному адресу плохого влияния Я надеюсь, что эта куртка подходит вам лучше, чем я Увидимся До свидания До свидания 這個是 perpetual